Битва при Сауля. Как язычники победили рыцарей Христа. К 1200 году христианство стало доминирующей религией почти во всей Европе. Языческие боги повержены, а народы приведены в лоно церкви. Последние упорствующие, саксы, скандинавы и жители Уэльса, сложили оружие и приняли крест. Однако одна группа язычников в дальнем приграниче Европы готовилась дать отпор любому, кто посягает на веру предков. Это были жители Самогитии, так называли Балтийские земли, где жили жемайты, одно из литовских племен. В 1236 году жемайты в основном жили на территории современной Литвы. В 1200-х у них еще не было никакой письменности, и те, кто писал о битвах с ними, были христианскими монахами. Поэтому существует мало надежных источников культуры Балтов и тех событий. Известно, что они были язычниками, слабо организованы и настолько преданы своей религии, что они были крайне стойкими к проповедям и военной оккупации. Их обращение к Христу, а их богатство себе в имущество, решили взять на себя ливонские братья меча. Мы их чаще называем орденом меченосцев. Хотя технически они были вассалами епископа Ливонского, на практике они были практически независимы, вплоть до того, что они бросали вызов епископу и завоевывали его же земли во имя других царей и жили в своих собственных цитаделях. Меченосцы появились для совершения северных крестовых походов. После того, как компания рыцарей на Ближнем Востоке стала заходить в тупик, часть рыцарства решила обратить взоры на более близкие и слабые народы-язычники. Балтика была первым кандидатом, и сюда попросили стевтонский орден, а затем образовался и орден меченосцев. Северные крестовые походы происходили по всей Балтии в период между 1193 годом, когда папа Селестин III призвал к североевропейскому крестовому походу, и 1290, когда произошло последнее сражение. В 1236 году крестоносцы попытались остановить развитие княжества Литовского, последнее языческое государство в Европе. Рыцари были поначалу успешны, опытные в боях, они легко громили небольшие племенные дружины Балтов. А дальше шла ползучая экспансия. Рыцари отвоевывают землю у местных и строят на ней мощный замок. В замок приглашают немецких торговцев и ремесленников, которые активно заселяют округу. Когда людей становится слишком много, рыцари продвигаются на 50 километров вперед и снова отбирают землю, чтобы построить еще один замок. Попытки Балтов атаковать колонистов встречают жестокий ответ рыцарей. Взять замок им не под силу, а тем временем новички теснят их все глубже в леса и бедные земли. Когда папа Григорий объявил крестовый поход против Литвы в начале 1236 года, немецким рыцарям не потребовалось много времени, чтобы присоединиться к братьям меча. Все стороны ждали официального разрешения добить местное население. Язычники Литвы были разделены на племена, враждовали друг с другом, были хуже вооружены. Рыцарей не ждали трудностей. Меченосцы собрали значительную силу для вторжения на самогидскую землю, включая не менее 60 братьев-рыцарей, каждый из которых ввел с десяток слуг и большое количество местных жителей в качестве пехотинцев. Эсты, ливы, земгалы, псковские и новгородские наемники. Всего их численность войска составила около 3000 человек. Однако жемайты не собирались отступать так легко и собрали более 4000 воинов, включая легкую кавалерию. Хотя точно неизвестно, кем был их лидер в этом случае, скорее всего это были вождь Викинтас, рьяный язычник или его предшественник по имени Рингольд. В сентябре 1236 года эти силы будут сражаться в битве при Сауля, вероятнее всего у нынешнего города Шауляя. Сначала крестоносцы практически не встречали сопротивления и в течение нескольких дней совершали наги и грабили окрестные поселения, прежде чем язычники смогли собрать войска. Рыцари, временно удовлетворенные, начали возвращаться на север, но скоро обнаружили отряды жемайтийских войск у переправы через реку в болотистых землях. Оставшись на ночной привал, рыцари явно недооценили противника. Когда взошло солнце, крестоносцы обнаружили, что вокруг них сомкнулось кольцо из не менее чем 4000 воинов. Тяжелые, хорошо бронированные рыцари, были плохо экипированы для борьбы в болоте и вскоре увязли. Напротив, литовцы были легко вооружены и могли маневрировать намного легче. Литовская легкая кавалерия имела значительный успех в битве, особенно в использовании легких метательных копий, которые могли пробить броню на коротких дистанциях. Налетая и откатываясь, балты осыпали рыцарей смертоносными дротиками, а тем просто не могли их догнать и вырваться из болот. Вскоре многие крестоносцы пали, включая мастера ордена и их союзники, начали бежать. В конечном счете, в битве было убито до 60 рыцарей, всех благородных, вместе с подавляющим большинством наемников и вассалов. Во время их панического отступления, некоторые источники сообщают, что еще больше крестоносцев были убиты язычниками, прежде чем они смогли достичь христианских земель. Крестоносцев ждали и убивали в каждой деревне по пути назад. Результат битвы был катастрофическим для ордена меченосцев. Мастер Фолквин окажется последним, которого братья будут иметь в качестве независимого ордена, поскольку орден был настолько ослаблен этой утратой, что они были вынуждены попроситься в Тевтонский орден, хотя им и было позволено существовать как автономный подчиненный порядок. Переименованные в Ливонский орден, они никогда больше не приблизятся к власти, которой они обладали в начале 1200-х годов, хотя и будут продолжать играть активную роль в распространении христианства на концах меча по всей Балтии. После битвы восстали большинство покоренных народов Балтии и вновь вернулись в язычество. Борьба Литвы и крестоносцев продолжится еще много лет и завершится крахом Тевтонского ордена. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.